Плывем по течению, все хорошо, все стабильно. В аэропорту в Домодедово подбегает Светлана, вы же Светлана из Брашоп, я вас знаю, я ваша подписчица. Как вы похудели? Боже, какая я там маленькая, что я вообще говорю? Что там, какие-то стандартные движения. Винишко присылали, кстати, закуска, кстати, было супер тоже. Они как знали, детям не смотреть 18+. Можно я не буду отвечать? Свет, привет. Я думаю, представлять тебе вообще нет смысла, потому что тебя и так абсолютно все знают. Мне кажется, даже больше, чем Юля и Оксану. Ты у нас и консультант, и модель, и 5 лет назад мы с тобой делали уже интервью, ссылка на него будет в описании к ролику. Поэтому давай с тобой поговорим про эти 5 лет. Расскажи, что-то изменилось в твоей жизни за это время? Ну, наверное, самое основное, что изменилось, это вот. Я вышла замуж. А так, да, плывем по течению, все хорошо, все стабильно. Прямо что-то такого конкретного не поменялось, кроме замужества. А по твоему мнению, брошоп за эти 5 лет как-то изменился? Ой, ну, брошоп очень сильно изменился. Я бы даже сказала, что он не изменился, а он очень сильно вырос. Мы открылись в Грузии, мы обновляем шоурум. У нас увеличился намного ассортимент, у нас появились новые сотрудники. И вообще, как бы с каждым годом я понимаю, что брошоп становится все больше и больше во всех планах. Тем более, он уже существует 10 лет. Мы в этом году, кстати, отметили юбилей такой значимый. Съездили тоже в Грузию всем коллективом. Поэтому брошоп очень сильно изменился, особенно в плане своего масштаба. Потому что о нас сейчас знают практически везде. Ты консультантом работаешь уже 5 лет. Как изменилась твоя работа за это время? Я бы не сказала, что что-то кардинально поменялось, потому что мы все продолжаем заниматься одним и тем же делом. То есть у нас цель та же самая, она не изменилась. Поменялось то, что мы стали чуточку меньше работать. Мы теперь работаем не 12 часов, а 10. Поэтому стало еще намного проще. Но даже не то, что намного проще. Стало, знаешь как, у нас появилось больше выходных. И от этого ты еще быстрее хочешь вернуться на работу, потому что ты такой вроде как уже отдохнувший, свежий. Поэтому прям что-то кардинального в работе консультанта не изменилось. Все только прям улучшается, я бы даже сказала. Наши условия. Вот так. Свет, давай поговорим теперь о коллективе. В прошлом интервью ты была новым сотрудником, но по прошествии пяти лет с кем-то из коллектива удалось подружиться? Ну да, времени прошло много. Я уже здесь работаю 6 лет. И не могу, кстати, кого-то прямо сейчас подумаю еще, кого-то отдельно выделить, потому что мы со всеми сотрудниками очень классно общаемся. Мы очень хорошо общаемся с руководителями. Это тоже очень важно. Меня, в принципе, не с чем сравнивать, потому что Brashop моя первая работа. И это мои первые руководители, поэтому мы со всеми очень круто общаемся. Если выделять кого-то конкретно, я очень хорошо подружилась с Аней, с интернет-менеджером. Мы, я бы даже сказала, лучшие подруги. Мы вместе отдыхать ездим и общаемся очень часто. Из консультантов на сегодняшний день очень хорошо общаюсь с Леной, потому что мы с ней практически тоже с самого начала. Из администраторов с Ирой очень хорошо общаемся, но она сейчас не администратор у нас, она в декрете. А так, в целом, со всеми у нас очень теплые отношения, и это на самом деле здорово. Свет, а за это время изменился состав коллектива? Не сказала бы, что много, потому что, в принципе, у нас такой коллектив, который очень долго вместе работает. Конечно же, у нас прибавились консультанты новые. У нас, я бы сказала, много людей прибавлялось на позиции СММ, потому что почему-то, когда они только устраивались, через какое-то время они уходили в декрет. Поэтому вот здесь как раз-таки много людей поменялось. А вот что касается именно внутреннего коллектива, который ты постоянно видишь, не сильно много, но люди некоторые, да, пришли. И это тоже очень здорово, потому что, скажем так, это такое, они немножко приходят в эйфории, такие прям свеженькие, и ты тоже такой сразу, о, процветаешь, это тоже классно. Свет, в прошлом интервью ты ставила себе цели на будущее. Расскажи, удалось ли их воплотить? Дайте-ка вспомнить. Я помню несколько целей, которые были связаны именно с работой. Когда я только пришла, я, по-моему, это точно говорила, я хотела лучше понимать наших клиенток, то есть я делала больше упор на психологию, что мне бы хотелось прям сразу, с первой же минуты понять, что девушке нужно, какой она человек, какое ей белье подойдет. Вот, и второй момент, я, по-моему, хотела на бумажном каталоге определять сразу, подойдет модель, не подойдет, в смысле вживую она сядет, классно или нет. Так вот, если говорить конкретно про эти два момента, то да, эти цели мной были достигнуты. Но я в том интервью говорила и в этом скажу, что совершенству нет предела. То есть если сейчас, например, я, у меня есть такой момент, как будто я определяю, не как будто я, я определяю размер клиентки, даже не измеряя ее. То есть приходит девушка и говорит, ну вам, наверное, нужно же меня измерить, там, размер определить. Я говорю, нет, мне все понятно, я сейчас все принесу. То есть, естественно, девушки бывают разные в плане темперамента, бывают сложные, бывают суперобщительные, бывают закомплексованные. Но я, наверное, в этом плане собой горжусь, то есть что я достигла того, что мне, в принципе, очень просто подстроиться под ту или иную девушку, сразу ее понять, понять, что ей нужно. То есть она может условно попросить меня одно, я ей принесу совсем другое, что не отвечает ее запросу, но она будет стоять в восторге, говорить, «Боже мой, спасибо, что вы мне это принесли, все, я забираю, в нем ухожу». Это с точки зрения психологии, с точки зрения того, чтобы понимать, модель сядет классно или нет, глядя просто на бумажный каталог, у меня это тоже получается, и я этому безумно рада, потому что ты в глубине души понимаешь, что действительно вот спустя пять лет ты стал еще большим профессионалом, и это очень круто осознавать. Но опять же таки, совершенству нет предела. Есть к чему стремиться еще больше. А просто вот я хочу, чтобы спустя еще пять лет мне также продолжала нравиться моя работа, чтобы я также кайфовала и также получала те эмоции, которые были шесть лет назад, которые я получаю сейчас, и, соответственно, которые я буду получать спустя пять лет еще. А возникало ли у тебя желание сменить место работы? Ну, переломные моменты есть у каждого, тут я скрывать не буду, тем более я уже упомянула, что Брашоп — это первое и единственное мое место работы, я пришла сюда, будучи еще на четвертом курсе, поэтому, конечно, у меня были моменты, когда я задумывалась о смене работы, вот, но в тот момент меня что-то останавливало, и, наверное, это что-то было как раз то, что я понимала, что в Брашоп моя история не закончена, то есть я что-то еще здесь должна сделать и хочу сделать. В общем, были моменты, когда хотелось поменять, но они тут же улетучивались, потому что я понимала, что я здесь еще хочу быть, и надеюсь, что эти мысли не будут посещать мою голову больше. Соответственно, Брашоп, кстати, тоже это же огромный проект, поэтому в целом я здесь тоже очень много всего для себя извлекла в плане каких-то технических моментов, поэтому, ну, конечно же, это не то, что ты там занимаешься, у нас был просто уклон строительства, где мы делали сметы, работали в автокаде, но эта работа была точно не для меня, то есть я всегда говорила, что я не тот человек, который готов сидеть за компьютером, как офисный планктон, там вот так вот по часам, мне все-таки нужен полет фантазии, творчества, и я считаю, что та работа, которой мы занимаемся сейчас, это тоже как бы в своем роде творчество, это движение, это эмоции, это общение, и вот мне это очень важно, особенно когда ты видишь отдачу своих девушек, клиенток, с которыми, кстати, мы с большинством из них очень хорошо даже общаемся, то есть она приходит, я ее узнаю, говорю, так, что мы сегодня подбираем, как носится то белье, это, вы помните, конечно, мы помним практически каждую свою клиентку, и вот это как раз-таки круто, то есть вот в эти моменты я понимаю, что я занимаюсь тем, чем хочу, и то, что мне предоставляет, доставляет и реальное удовольствие. Давай немного поговорим о тебе. Расскажи, как именно ты изменилась за эти пять лет? Я повзрослела. Тогда я была какой-то такой маленькой наивной девочкой, мне кажется, с розовыми очками на глазах, вот. Я повзрослела, я стала более опытной, более мудрой, и рассудительной, что ли, вот. То есть на протяжении этих пяти лет рос брошоп и я вместе с ним. И очень классно осознавать на самом деле это, потому что я недавно пересматривала свое интервью и понимала, боже, какая я там маленькая, что я вообще говорю? И сейчас такая сидит уже взрослая девушка, замужняя, такая уже тут что-то может подсказать, какой-то совет дать. Поэтому изменилось то, что я выросла. Можешь рассказать, какой самый лучший совет тебе дали в жизни? Этот совет мне дала бабушка очень давно. Я в школе еще училась. У меня в школе не было друзей. Не знаю, с чем это связано. У меня очень много друзей появилось в институте. И вот как раз-таки я очень страдала в школьные годы от того, что у меня нет прям постоянных друзей. И мне бабушка сказала, что ты должна быть всегда с собой, не нужно стараться кому-то понравиться. Твои люди всегда будут рядом, когда они тебя найдут. И, наверное, это самый крутой совет, потому что он меня научил реально быть собой, я стала очень прямолинейной. Я не надеваю никакие маски. Если вдруг мне что-то не нравится, я могу это сказать сразу. Если человеку это не понравится, и он как бы уйдет из моей жизни, окей. Но я понимаю, что тот человек, который это примет, который примет меня такой, какая я есть, он всегда будет рядом со мной. Поэтому этот совет мне очень много дал и очень многому научил. А есть что-то, чему ты планируешь научиться в будущем? Сложный вопрос. Много чем. Ну, в целом, я очень хочу возобновить вокал. Я недавно, год назад, начала участвовать в марафоне вокальном и поняла, что мне этого как будто бы не хватает. Поэтому я бы, наверное, хотела еще заниматься вокалом, начать заниматься вокалом снова. Хочу научиться танцевать, наконец-то. А то, что там, какие-то стандартные движения. Вот. Да, наверное, пока больше в голову не придет ничего. Ну, то есть это связано больше с творчеством. В работе тоже пока не могу выделить какие-то отдельные моменты. Хочу уметь все. Я же любопытная. Поэтому все мое придет ко мне спустя время. Отлично. Переходим к вопросам от подписчиков. Их было очень много, но мы выбрали самые необычные. Итак, Света, вы любите пиво? Они как знали. Ну, вообще, да. Я люблю пиво. Темное не люблю, светлое люблю. И фильтрованное, и не фильтрованное. Детям не смотреть. 18+. Второй вопрос. Как ты отшиваешь назойливых поклонников? Их вообще много у тебя? Какой вопрос? У меня на данный момент один поклонник. Это мой супруг. И почему-то, кстати, у меня было много поклонников. И когда я в брошоп устроилась, тоже было много. Присылали много подарков. Каких-то винишко присылали, кстати. Закуска, кстати. Было супер тоже. Вот. Поклонников было много. Но как только я вышла замуж, Причем в брошоп об этом прям вот не писалось как отдельный пост. Как только я вышла замуж, все поклонники исчезли. Я не знаю, может быть, у меня муж что-то наколдовал. Но, в общем, на данный момент нет такого, что прям кто-то пытается ухаживать. Вот. А как отбивалась? Можно я не буду отвечать? У меня муж смотреть будет. Ну, что-то принимала в виде вот как раз-таки еды, винишка, цветочки принимала. Вот. Но не встречалась ни с кем. Ну и самый популярный вопрос. Как удалось так сильно похудеть? В чем секрет? Этот вопрос задают мне везде. Реально. У меня... Я немножко отступлю. У меня был случай, когда мы вернулись из отпуска. И мы стоим уже, багаж получили, стоим в аэропорту. И я, как оказалось, стояла одна с багажом. И ко мне просто подбегает, видимо, наша клиентка или подписчица в аэропорту, в Домодедово. Подбегает. Светлана, вы же Светлана из Brashop. Я вас знаю. Я ваша подписчица. Как вы похудели? Даже там, в аэропорту, за пределами Brashop, меня об этом спрашивали. Так вот, отвечаю. Я сюда пришла с размером 75J. Вообще, на самом деле, нереально. Я сейчас не представляю, как у меня был такой размер. Сейчас у меня размер 65H. Целенаправленно я не худела. То есть я как-то устроилась сюда, и вес у меня начал падать. Не из-за того, что я не доедаю или что-то у меня не так. Просто я вернулась, наверное, в тот вес, в котором я должна быть. А на данный момент у меня нет резких скачков, но худею из-за того, что у меня суперактивная жизнь. Я очень много работаю. Мы очень много гуляем с друзьями, с мужем и тому подобное. Мы занимаемся строительством. Поэтому у меня жизнь кипит, она активная, и поэтому я в такой форме. Но, опять же, это же очень индивидуальный момент. То есть если у меня так, у другой девушки может быть совсем по-другому. Но я на самом деле очень рада, что я сейчас в такой форме. Мне это все нравится. Но больше я худеть не планирую, скажем так, чтобы все успокоились. И напоследок у нас блиц. Цветное нижнее белье или однотонное? Ой, я ненавижу эти вопросы. Давай однотонное. Кошки или собаки? Кошки. Нет, подожди, у меня же есть собака еще. Кошки. Море или горы? Да простят меня мои родственники море. Света, спасибо тебе большое за это интервью. Спасибо. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...